Друзья, добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Катя, и вы на моем канале, который посвящен красивым вещам. Сегодня мы будем говорить о пополнении моей коллекции вот этих замечательных куколок. Они называются Half Dolls, полукуколки, были распространены в конце 19-го, начало 20-го века, как декоративные вещицы. Это фарфоровые маленькие статуэтки с такими отверстиями в основании, и обычно их прикрепляли либо к игольницам, либо к щеточкам. В общем, делали их частью какой-то утилитарной декоративной вещи. Есть случаи, когда эти куколки были частью абажура на лампу, на частью шкатулки, пудреницы. Ну, вообще, вот такое вот достаточно дамское декоративное оформление. Сейчас куколки эти стали очень популярные, их очень большое количество на рынке. Есть винтажных, вот как, например, вот эта вот, которую я вам показала, это начало 20-го века. Есть куколки, которые сделаны в наши дни, например, вот эта вот моя куколка Рози. Это Новодел. Я их оформляю в такие игольницы, да, варианты игольниц, но, конечно, как игольницами не пользуюсь. Они служат украшением интерьера. И сейчас я уже собираю, могу себе сказать об этом смело, что собираю некую небольшую коллекцию. Вот сегодня о пополнении этой коллекции мы будем с вами разговаривать. У меня одно маленькое, но очень приятное пополнение. Давайте я вас с ней познакомлю. Вот такая вот милая девочка. Зовут ее Машенька. Посмотрите, какая она хорошенькая. Машенька держит котика на руках. Это черный котик. Котик с голубыми глазками, такими же, как и вышивка на кофточке этой девочки. Девочки, это просто любовь с первого взгляда. Голубой бантик, буговки на кофточке. Завышенная талия. Но это просто прелесть. Это просто прелесть. Девочка миленькая. У нее очень красивые черты лица. И она с веснушками. Давайте я немного познакомлю вас с автором. Потом мы вернемся к Машеньке. И я покажу. В этот раз кукла у меня не совсем привычная. Я покажу вам вторую часть этой Машеньки. И вы поймете, чем она для меня необычна. Особая радость, друзья, особая радость вот в этой куколке, в появлении ее в моей коллекции, заключается в том, что это кукла российского автора. Живет этот автор в Башкирии, в городе Уфа. Зовут ее Наталья. Я нашла ее в Инстаграм. Совершенно случайно просто мониторила, серфила хэштег «Хавдолз». И вот познакомилась с таким замечательным автором. Вот фотография, которая меня просто сразила на повал. Вы видите Машенька, только не с черным котенком, а с сереньким. И вы видите авторское исполнение игольницы от Натальи. Здесь используется кружево, такие льняные. Здесь используется совсем простая ткань, тоже такого природного льняного оттенка. Шнуры, в общем, отличное совершенно оформление. Без вышивки, но очень-очень подходит этой прекрасной девочке. И, в общем, я как увидела. Посмотрите, какая красота. Как я увидела эту малышку, я уже, конечно, успокоиться не смогла. На мое счастье, у автора выходила как раз из печи Машенька очередная. Посмотрите, какие возможны варианты. В голубеньком платьишке, в желтеньком, рыженькое. И вот плотиночка. Видите, какая прелесть. И я, конечно же, просто взяла любую, лишь бы мне эта кукла бы досталась. Вот еще, смотрите, хочу вам показать. Вот такая вот рыженькая девочка. Значит, Наталья пишет, что все куклы, они изготавливают по-настоящему из фарфора. То есть, это не пластик. И, вообще-то, это чувствуется, когда вы берете эту статуэтку в руки. Она со всеми нужными нам отверстиями. Потому что очень много сейчас производителей делают пластиковые статуэтки без отверстий. Они садятся на конус. Фарфор на конус, друзья, не всегда можно посадить, потому что куколки тяжеленькие. Так, что еще у нас тут можно сказать нам про автора? Меня очень порадовало то разнообразие, которое автор предлагает нам. Потому что нет какого-то шаблона. Вы видите, что здесь вот и Машеньки. Здесь и такие более бодуарные куклы. Здесь есть совсем даже куклы в стиле арт-деко. Можно подобрать, например, что-то вот такое. Ручки, ножки. Вот посмотрите, какая прекрасная леди. Более того, автор сам, видимо, увлечен очень сильно оформлением кукол. Посмотрите, какие варианты предлагаются оформлению. То есть, есть что посмотреть. Есть чему поучиться. Ну и, конечно же, достойные варианты кукол можно найти. И под парики. Ну, в общем, огромное, большое количество. Я думаю, что, конечно же, не часто выходят из мастерской вот эти куколки. Поэтому я за свою Машеньку ухватилась сразу же, потому что мне не хотелось ждать. Машенька тяжеленькая и большая девочка. Посмотрите, вот кукла, которую я показывала вам в самом начале. И вот Машенька наша. Давайте сравним с Розе. Розе тоже меньше. Давайте сравним вот с этой вот, мадам. Ну, примерно одинаковые размеры, но Машенька в целом немножечко покрупнее. Особая радость, друзья, для меня заключается в том, что в этот раз я купила куколку с ножками. У меня еще таких вариантов не было. Вот такие вот ножки предлагает автор. Чтобы получилась совершенно особая статуэтка. То есть между ними будет игольница. Я сделаю ее в своем традиционном стиле. Хочу как-то романтично оформить. И вот, чтобы ножки торчались под юбочки. С кружавчиками, с огромным количеством всяких бантичков. Чтобы это все гармонировало вот с этим синеньким ее кружавчиком на блузочке. В общем, вот такие вот замечательные приобретения у меня в коллекции появились. Здесь даже посмотрите, на носочках у нее тоже есть голубенькие. Так что я думаю, что вот голубой цвет будет каким-то таким доминирующим вот в этом наряде. Сольным. Либо он будет главенствовать. И мы будем подбирать основную отделку под него. Стенд вот этот очень устойчивый. Он выдержит и игольницу, и сверху Машеньку. В общем, очень хорошее предложение. Я от него отказываться не стала. Друзья, цены все вы можете спросить у автора. Я ценой довольна. Такая вот такая приятная прелесть. Мне очень радует, что сейчас есть разнообразие вот этих кукол. Что не только один типаж тиражируется. И вот такая вот романтичная, миленькая Машенька. Скоро появится у меня коллекция. Друзья, ссылочки на автора оставляю в инфобоксе. Вот еще хочу вам показать. Вот такое вот исполнение Машеньки. Как раз на ножках. Вот тоже смотрите, какая милая прелесть. Красота. Вот. Если вам интересно, если вы заинтересовались, пожалуйста, проходите по этим ссылкам. Смотрите. Я думаю, что вы найдете себе, если не Машеньку, то какую-то другую любовь. Хотя Машеньки, мне кажется, они такие очень, очень миленькие. Не закончила, начала говорить. Автор пишет постоянно о технологии производства. Это несколько обжигов. Это надглазурная и подглазурная роспись. То есть, друзья, по всем правилам. По всем нашим фарфоровым правилам. Вот такая вот милая красота. Надеюсь, друзья, мы вас порадовали. Приятным видео. Проходите по ссылочкам. Знакомьтесь с автором. И всего вам самого-самого доброго. До свидания.